ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Роберт, давай! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сегодня проведу для вас экскурсию по нескольким курортам Красной Поляны. Мы собрались с друзьями покатать. Сейчас мы находимся на Розахутор. Проехали по дикому хребту, чтобы отхватить этот пухлячок. Посмотрите, вокруг все уже искатано. Но мы зорким глазом находим такую вкуснятину. Делаю метод греб. Посмотрите на этот свежий пухлячок. Также были подсъемочки с коптера. Это тот же самый проезд, тот же самый прыжок. Как же много пухляка! Я просто смотрю на него и не могу нарадоваться. А это мы уже забрались на другой наш любимый хребет. Отсюда можно увидеть, где мы спускались на прошлых кадрах. Вот здесь показано на графике. И потом мы выезжали к трассам и ехали дальше к подъемникам. В наш любимый кулуар уже заехала просто какая-то орда сноубордистов и лыжников. Посмотрите, проходной двор устроили с этого гребешка, потому что его полностью ободрали, как утку к праздничному ужину. Я еду и, честно говоря, не понимаю, что за самоубийство я решил здесь устроить, потому что слева действительно очень большой обрыв. Все, я немножечко отъехал от края этого обрыва. И здесь уже начинаю придумывать какие-то линии, что-то мудрить. Даже делаю бэксайд 360. И, кстати, первым проехал уже там Макс Ионов. Вот он стоит и что-то там снимает. Кстати, как вы думаете, у меня зачесалась голова или я думаю о том, какую линию сделать? На самом деле я просто стоял и был настолько в шоке от того, как мне страшно и как это опасно, что автоматически просто схватился за голову, мол, что за херню я творю? А это уже другой день. И это видео от Жени Иванова. Это квалификационный склон на фрирайд соревнования FVQ 3 звезды. И Женя решил его проехать, когда выпал снег. Посмотрите, что он творит. Посмотрите, какой это дабл дроп. Я это увидел. И у меня просто загорелись глаза. Я захотел это повторить. А теперь посмотрим, насколько хорошо это получилось у меня. Дело в том, что я опять неправильно считал рельеф. Нужно было больше ходов. Я просто потерялся. Еле как толкнулся ножками. Сейчас мы перемещаемся на курорт Альпика. Это курорт Газпрома. И прямиком едем с вами в ржаной ручей. Посмотрите, что происходит у меня под ногами. Как бы вроде бы поля, да? Но на самом деле это уже сошедшая лавина. Вот слева, посмотрите, тоже есть такие прям комки снега, которые указывают о том, что здесь сошла лавина. Да, смотрите, мы, конечно же, едем здесь в группе. Поэтому не приезжайте в эти места. Одни я вас прошу. Это слишком опасно. Здесь нашел какие-то прыжочки лютые. Я просто... Меня невозможно остановить. Я как мангуст просто скачу по тому, что вижу. На самом деле, видите, поле довольно пологое. То есть в середине. И, соответственно, мы можем ехать просто делать какие-то повороты, кайфовать, перепрыгивать какие-то маленькие расщелины, как и эту бэм. Пщик. И поехали дальше. То есть вообще, на самом деле, как будто для новичков вот это в середине вот этот проезд. И многих это привлекает. Да, все думают, какой вкусный лакомый кусочек. Но на самом деле самое интересное вас ждет впереди, потому что там будут ручьи, естественно. Делаю трешечку. Тут, ну, просто, я не знаю, рай для того, чтобы разогнаться как следует, попрыгать на каких-то маленьких помпушках. Вот, получается, справа у нас Альпика, а слева у нас Красная Поляна, курорт. То есть я между ними сейчас еду, вот в этом ржаном ручье. Бэксайд, трешечка. Все нахрен закидала. И вот это те самые ручьи. Посмотрите, я просто их перепрыгиваю. Еду на лайте, потому что знаю уже эти маршруты. Не дай бог вы туда башкой упадете, как вот я. Ребятушки, если вы катаетесь во фрирайде, то обязательно подбирайте снаряд под свои задачи. А то многие выбирают маленькие доски, они постоянно тонут, отсаживают свою заднюю ногу. Посмотрите, какие малышки стоят передо мной. Это Джонсик, это Джонс Вульф, это Бертон Стрейт Чаттер, а это вообще каруа. Все это добро для фрирайда находится в прокате детски. Ну не красота ли? Если вы катаетесь не только во фрирайде, а по трассе, если у вас пока уровень не такой высокий, вы новичок, также можете прийти сюда, взять в аренду сноуборд, взять в аренду лыжи. Здесь есть все для разных уровней. Начиная от новичков для опытных ребят, которые хотят протестить фрирайдовых монстров. Лавинное оборудование также есть у ребят для фрирайда. Если что, забегайте, бипер, щуплопата, рюкзачки. Все можно перехватить. Прокаты детски у нас есть на Красной Поляне целых три штуки. В поселке Красная Поляна, напротив канатной дороги Красная Поляна и рядом с канатной дорогой Альпика Газпром. Еще ребята открылись в Кировске, есть в Архизе, Эльбрусе, Дамбае, есть в Подмосковье и даже в Красноярске. Обязательно используйте мой промокод на скидочку, который появится здесь или в описании к этому видео. Ну а мы продолжаем. Мы врываемся опять на Альпике. Посмотрите, это отбойники железные, чтобы лавина не выскакивала на склон. Я прям по ним прыгаю. Справа у нас подъемник, спереди у нас трасса, и вот они, железные отбойники. Друзья, это супер опасная штука. Я знаю людей, которые напоролись туда просто животом. Было не очень приятно. А это ручей уже пониже. Очень интересный и сложный маршрут, на который лучше ехать, когда достаточно снега, потому что реально я прям сейчас еду по ручью. А здесь я еду с курорта Альпика на южный склон Роза Хутор. Есть несекретные маршруты, потом посмотрите, сколько следов, конечно, здесь. Ну, а в целом, очень игривая обстановочка. Пухлого снега достаточно. Конечно, самое сложное в этих маршрутах это выезд потом на южный склон, а здесь можно и повжигать немножечко, потому что снежочек и скорость позволяют. Здесь я уже поднялся на южном склоне и выехал на северный склон Роза Хутор. Это, кстати, у нас кулуар Суицид. Что-то, блин, у меня какое-то, я не знаю, какое-то настроение хорошее. Я просто на всех ходах что-то мчу, пытаюсь сделать поворот и проехаться, хотя вот уже, ребятушки, спереди меня содрали много снежочка. Ну, такой интересный маршрут, но в такую погоду, конечно, сложновато его катать, потому что нету четкого рельефа. То есть, когда вы не видите четкий рельеф, вам суперсложно. Я даже не знаю, друзья, кто снимал это видео, возможно, это был не я, но этот человек на видео сейчас собирается ехать в кулуар ФВТ, на котором как раз-таки проходит соревнование самый крупный по фрирайду на Роза Хутор. Посмотрите, проезжаем подъемник и падаем как раз-таки в этот кулуар. Он справа находится. Очень много снега и непонятно, куда ехать. Если вы здесь первый раз, друзья, это мега опасно. Призер ФВК! Ты не будешь всегда это вспоминать теперь? Блин, мне страшно! Давай, малыш, я что, блин. Сука! Здесь мы решили уже делать какие-то дропы. Хорошо, что мы знаем, конечно, эти маршруты. Видите, как сильно меня разгоняет? Просто неистово. Блин, страшно было, реально. Страшно, опять страшно. После кулуара мы уже оказываемся в лесочках, после которых идет трасса. Можно нормально так повкатывать, но лес довольно густой. То есть нужно, как ниндзя, уворачиваться от этих веток, иначе по щам точно прилетит. А вот наш день, пасмурный день продолжается. Нашли какую-то кочку прыгать, бэкфлип. Здесь опять какие-то гребешки. То есть мы пытаемся опрыгать весь курорт, потому что нам уже скучно. Мы уже настолько раскатаны, что мы хотим просто порвать каждый вылет. Здесь еще один какой-то кулуар. Количество снега, конечно, просто запредельное. Проезжаю его и едем дальше. Начинается самое интересное, ведь мы уезжаем с Розы Хутор на Альпику. Я уже просто в этих лесах ориентируюсь, и я вижу, куда направлена доска. Видите, мы едем чуть-чуть левее, а это значит, мы от Розы едем уже на Альпику. Я помню эти маршруты. И, соответственно, мы сейчас будем прыгать прыгать в безумный ручей, который находится между Розы Хутор и Альпикой. Всей бандой врываемся. Вон, смотрите, справа течет уже ручей. Мы уже врываемся по этим качкарям вниз, потому что дальше нас ждет действительно могучее испытание. Будем перепрыгивать через ручьи. Что-то то ли снег подрастал, то ли что. Непонятно, он там не слежался. Едем в группе. Несколько человек. Впереди меня Роберто. Вы его помните. И еще Лев Сноудиллер. А.К.А. Малыш. Малыш. Кстати, посмотрите. Вот здесь малыш пытается сделать бэкфлип на том же месте, где я прыгал в этом видосе. А здесь малыш реально вырастает в могучего льва. Посмотрите, какой дроп он берет. распечаталась продолжаем наш спуск и слева видим какого-то персонажа человек один едет на лыжах причем по другой стороне ручья и вот с той стороны как бы выбраться очень сложно мы ничего не понимаешь чудо за отморозок вообще как он сюда пробрался мы даже не понимаем то ли помочь человеку как-то то ли что делать то ли вызывать спасателей друзья конечно ручьи сбоку это просто жесть и знаете кто это был да это же бесстрашный вова ветер который решил проехать первым следом по ручью и не оставить нам никакого пухлого снега делает трипл дроп и заход на трипл корк минусанулся один боец я пролетаю сквозь ручьи и мы немножечко пробираемся вова ветер решил возможно подводный маршрут найти мы этого не знаем но мы за ним если что присматриваем братья меньшие снокбордисты за нашим двуногим каскадером дальше начинается самое интересное наш любимый спот вы представляете если вы не знаете маршрута и на ходах вот сюда улетите чё с вами будет друзья это просто конечно никому не просто не пожелаешь такого развития событий вот вова там едет я говорю вова куда ты топишь давай снижай скорость но у него в руке кружка пивная у него допинг уже есть поэтому ему вообще эти ручьи нипочем он решает все-таки обогнать он думает что это лыжная гонка решил обогнать меня проехать вперед мы как джентльмены пропускаем его и здесь случается самое интересное нам как бы смешно но на самом деле в этом нет ничего смешного и прикольного хорошо что роберта стоял снизу и контролировал всю ситуацию он был рядом он дал если что нам отмашку что все нормально потому что вова ветер восстал из мертвых и решил что теперь у него водные лыжи на ногах и поперся по этому ручью пешком вот так вот мы проводим интересные деньки на красной поляне друзья это конечно сумасшествие и это мы будем вспоминать до конца наших дней потому что более счастливым себя я не помню когда я чувствовал особенно когда катаешься в таких горах с друзьями вот собственно и все пишите в комментариях насколько вам такой формат заходит делать ли еще буду рад услышать обратную связь все всем пока а